ну что друзья мы возвращаемся к дмитрию мы едем теперь в другое радио это было радио такое украиномовная да а то радио тоже на украинском или как я честно говоря думаю что то русскоязычная радио и она находится в северо-западной части города надеюсь доедем то быстро на скоро эфир и сегодня разговаривал то они готовы нас ждут отлично вот такой вопрос вы как человек учившийся в онлайн-классе можно вот хотелось бы ваше мнение дело в том что я когда отвечаю на вопрос о том чем отличается учеба в онлайне от учебы в классе обычно у нас на кэмпусе я говорю что требуется совершенно другой уровень дисциплины самодисциплины мотивации потому что все-таки здесь ты должен в онлайн-классе желательно там 4 там часа в день там может быть ну а то и 5 а то и 6 заниматься кому сколько нужно чтобы там на уровне быть и когда тебя не никто не подталкивает когда у тебя нет контрольных вот таких когда ты не находишься в коллективе который тебя тащит как коллектив да вот должен соответствовать и так далее вот вот должен быть определенный уровень дисциплины вот вы вы как человек который учил учился в онлайн-классе а вот и что самое сложное вообще убеден где проблемные места вот чтобы люди которые нас слушают могли бы лучше понять насколько они справятся или не справятся насколько это для них вы же наверно еще знаете кого-то кто учился тоже про него я знаю многих и мало того у меня коллега на работе он тоже ваш студент онлайн-группы так после того как я уже учился и еще один американский кстати студент у нас есть который учился у вас бывают адам кларк его конечно конечно я вот и ну во первых наверное скажу что самодисциплина это очень важно но еще очень большой важный аспект как человек здесь как сколько у него есть свободного времени потому что учиться онлайн нужно время и после уроков нужно еще работать и делай домашние работы нужно развиваться и читать литературу помимо того что дают на на уроках и тут аспект кто-то может работать на каких-то вечерних сменах работы кто-то у кого-то семья или дети но тяжело нужно нужно уметь самодисциплину свою вывести на чуть другой уровень наверное но мне было тяжело потому что часовой пояс вы на вы начинали уроки по нашему времени 88 а я заканчивал работу всем нужно было бежать домой и часто в это было по телефону с машины онлайн смотрел учил то есть разные истории могут быть ну в первую очередь самодисциплина потому что нужно суметь каждый день одной как два раза неделю сесть поучить просмотреть подготовиться на следующий урок вот то что это поддерживала ваша мотивация этому не было и очень интересно я никогда даже и не думал об этом об этой сфере об этой профессии хотя до этого я всегда в этом с этим имел дело я имею ввиду играл со спортом обеспечением переставлял эти системы windows и так далее но я увидел что вот эта сфера это наверное ну там есть логика там есть там есть логика вура конечно мне очень понравилась сама структура профессии и и посмотрите вокруг любой все что вас окружает она не прошло ничего не прошло не через руки ки вей инженера все вернее все прошло через руки ки инженера даже стиральная машина также магнитофон в машине это это такая часть жизни как вождение от всех все за рулем без этого не может быть ничего а посмотрите на медицину сколько там есть приборов устройств которые считаю считывают ритм сердца пульс и так далее если где-то будет ошибка баг скажем так то то это критично не говоря уже военных не говоря уже военных космических этот это везде без этого не может существовать вот нынешний такой вопрос вот то что мы держим много видео на самые разные темы ну во первых сам курс всегда можно там прослушать лекции повторять они висят но там еще есть много видео и по автоматизации по другим дисциплин это полезно или на это времени не хватает когда я думаю это полезно тому кому кому это нужно у кого есть цель у кого есть желание тот всегда найдет время и пусть это будет два часа ночи и три часа ночи на стиль интересно и ты хочешь в этом развиваться ты найдешь эти полчаса 40 минут в день и посмотришь выучишь и по того я хочу сказать еще у меня есть друг и он его зовут александр мельник ему привет сейчас передаю он учил ваши ваши уроки по вашему портнов датру до портнов датком слышу русскоязычный курс русскоязычный курс он не был у вас на онлайн классах он был в канаде в торонто в то время и учился вечером мы как-то вместе там общались обсуждали ваши уроки и с этого курса он уже кей лид работает то есть все я сам поражаюсь знаете думаю все как это вот так люди умудряются но это просто я считаю что это просто такая сильная мотивация что же чека остановить нельзя да и это не это не первый человек у меня еще есть одна знакомая по александра мельник ее зовут она работала в таможне в украине и она покинула ради вас после смотря ваш форум смотря ваши видео она покинула свою работу в таможне офицером и она сейчас работает в киеве и довольно такие зарплаты если мы уже говорим всегда об этом зарплата по моему там две семьсот две пятьсот в долларах ничего себе тестер сурчик она прилично очень тестер тогда если такие деньги получать в киеве 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 в одессе знаком таможне она может она даже украсть бы столько не могла вот это 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 хорошие деньги это хорошая работа интересная знаете что его мне напомнили когда я первый раз значит написал статью о тестировании ну то есть вот я собрался в эту школу это делать и думаю как надо как народ собрать и думаю как набрать собрать и вот 200 долларов которые я потратил на создание школы на рекламу да значит я заплатил в газете за рекламу они говорят так ты можешь статью написать и мы за статью с тебя денег не возьмем вот это да дай рекламу а за рекламу из тебя уже возьмем и значит вот я заплатил 200 долларов как бы за рекламу ну то есть это было объявление по рекламе никого не соберешь ну помню мало ли у тебя из телефона и что теперь звонить что но там была статья и статья это называлось черный ход в силиконовую долину вот так называлась потому что тестирование действительно как бы такой черный ход то есть никто не знает об этом черном ходе а с другой стороны он работает он действует вот раз и прошел и не нужно пять лет в университетах учиться все же думают айти это хорошо но где же я буду я же я же приехал я же не могу несколько лет учиться в университете там на компьютер а тут вдруг раз так мне когда рассказали я когда приехал мы когда приехали с украины сюда дает там будучи моряком там и приехал сюда тоже искал первую работу без особых документов приехали как туристы но это отдельная тема и познакомиться с людьми которые у вас отучились и работали я не мог тоже в онлайне учились в онлайне до светлана с белоруссии она здесь чикаго и она сейчас работает она мне когда рассказала об этой профессии как это все происходит я никогда не мог об этом нигде не слышал не читал не знал но понимая важность и суть этой профессии понимаю что без этой профессии не существует ни один механизм вообще то есть на самом деле это вещь которую очень трудно поверить почти невозможно поверить до тех пор пока ты не узнать не знаешь просто людей которые там которые прошли какой-то путь и ты играет а так это так но если тебе начнут рассказывать а ты никогда об этом не слышал ты кидал его какой-то ну так же не может абсолютно верно ну конечно конечно это была моя первая первая такая мысль то не не может быть да и кто мог подумать что с корабля на бал я был на борту по корабля и сейчас сейчас сижу у меня на сайте портнов ком на школьном веб-сайте там где-то несколько десятков тысяч просмотров в месяц и может показаться что с несколько десятков тысяч просмотров так там тысячами студенты набегут а в каждой группе ну два-три человека остальные через знакомых то есть два-три человека это примерно 10 процентов 10 процентов студентов пришли с веб-сайта я думаю как они пришли я говорю а что ты там увидел ну вообще ведь я говорю как вообще а что ты искал как ты нашел на сайт ну вообще искал я думаю вот люди да вот наткнулся на что-то такой наивный и вот и пришел а и кстати посоветовал посоветовали вашу школу я посмотрел и мало того школа школой а ваш еще youtube канал все видео они они интересны смотришь о жизни смотришь как живут другие люди узнаешь много нового много много всего интересного и по поводу еще школы два слова сказать что школа как школа но это еще ты находишь новых друзей находишь новых друзей новое знакомство из онлайн-класса казалось бы онлайн-класс но может быть это была наша такая группа я не знаю мы как-то сдружились много с кем переписываемся много кто еще живет в чикаго у вас еще была не такая большая группа да сколько вас было у нас было по моему пятьдесят два или пятьдесят шесть а сейчас трое больше да еще еще один привет передаю татьяна дорошенко тоже познакомился с ней благодаря вашей школе и мы продолжаем до лично у нас на канале снималась неоднократно а такая беленькая очень милая молодая женщина она сейчас в полн спрингс по-моему да в колораду она colorado вот нас болгарина 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 в болгаре хорошо начало болгарин колорадо она у нас тут училась на кэмпусе и она по ударе работала тут они то она приехала к нам из колорадо я забыл она приехала нам из колорадо оставила там ребенку у тети родственников да и поехала к нам одна училась и вот потом она уже работает там несколько лет таня довольна жизнью как она она довольна жизнью она и это все нравится это она идет вперед я скажу так ну молодец молодец я хочу сказать что есть люди настолько правильные что ты когда их видишь вот они еще волнуются когда у меня получится есть такие люди правильные что ты у них не может ничего быть неправильно просто вот они у них всегда будет правильным же они сами правильно вот когда человек он как-то так в широком диапазоне болтается между лево правый туда сюда и непонятно где он и что конечно сложно вот а когда человек такой нацеленный и как сказать жлобство некоторым мешает вот он начинает пытаться выгодить что-то причем на ранней стадии когда он не заработал этого но вот просто хочет поторговаться там еще что ты думаешь что тебе торговаться тебе дает работу через год пойдешь торговаться получишь 20 тысяч сверху работы есть да и вот вот это мешает конечно еще наверное у людей большой страх сделать первый шаг одно дело поучиться а тут выучиться и получить это знание а второе дело сделать этот шаг и работу начать вот у тебя уже есть резюме которая идеально сделана отшлифована но положить его в онлайн какой-то джоб портал вот люди часто боятся это сделать а я вообще этого не понимаю и как бы а знаете что интересно моя статистика такая поскольку я делаю сам все резюме то но сейчас мне помогает кристина у меня сотрудница в Москве живет вот а раньше я сам своей рукой все делал так вот что хочу сказать то примерно половина студентов не обращается за резюме вот они заканчивают курс а резюме не попросили и они могут пойти еще раз его повторять очень многие повторяют и по три раза повторять но в итоге до резюме не находит вот половину народу не я не говорю о том что половина найдет работу из этих полки с той половины которая попросила резюме некоторые просто запасливая а я пусть будет раз в цену входит давай резюме но дальше они не пользуются и это очень большая ошибка потому что во первых резюме даже человек может то что резюме я потучился знаю что что я знаю написал себе резюме экземпляр в онлайн нашел сделал слепил пусть у меня есть резюме готова на самом деле иметь резюме и резюме от понятия резюме это это как земля и небо после того как вы отшлифовываете это резюме то я никогда не думал что резюме должно выглядеть именно так я вам скажу такую вещь значит есть резюме любительская то есть когда человек сам себе делает да есть резюме профессиональное когда резюме делает чек которая сделала ну вот так скажем 10000 резюме в этой области как я дам мир сделал и когда наметанный глаз когда ты четко понимаешь зачем каждое слово они просто вот у этого было так ты у него взял у этого было так а вместе она не клеится да у меня случай был на днях знаете женщина значит приходит как посмотрите как надо если висит там висит изумительно хорошо висит я говорю а кто теперь я не помню что какие резюме делать это у меня там девочка одна она в гугле менеджером работает и так она мне как она нанимает вот в отличие от меня она нанимает я иду смотреть резюме я еще не думая ни о чем таком потому что почему бы кей менеджер который в гугле работает девочка не могла сделать приличного резюме я думаю ну дай посмотрим я смотрю на это резюме я прихожу в ужас понимаешь я прихожу в ужас а на того что сделала эта девочка то есть она не катастрофичную но она ну скажем так там есть десяток мест читая который не хочется с этим человеком разговаривать ну например вот вот вы как человек тестирующий значит она говорит что я использовала там black box технику и white box технику для гуи тестинг понимаешь то есть тестирование график юзер-интерфейса она значит там white box тестинг и это это настолько безграмотно это настолько но вот понимаешь и в кремниевой долине где таких как она много и есть резюме поприличнее да есть выбор с кем поговорить если если спрос если бы она это делала в чикаго например где режиме просто нет вот работы там может быть как пол пол кремниевой долины а резюме допустим 25 раз меньше то ничего страшно никто бы и внимание может не обратил но он у нас это важно и поэтому есть любительское резюме и есть более-менее профессионально и когда рекрутер а рекрутер все время смотрит на резюме когда кей менеджер который все время смотрит на резюме И когда он вдруг видит вещь профессионально сделанная, это не то же самое, что она любительски сделана. Ну, конечно. Абсолютно верно. Там есть определенный класс, что ли. Вот однажды девочкам в пятницу дело было какое-то время назад. Звонит и говорит, Михаил говорит, мне тут срочно дали какие-то пять вопросов, надо ответить, если я сейчас отвечу, то мне дадут работу. Ну, что делать? Я, значит, все бросаю, сажусь, отвечаю на ее вопросы, отправляю ей по e-mail. Она звонит через час или там полтора и плачет, буквально плачет. Она говорит, Михаил, что вы наделали? Я говорю, что случилось? Она говорит, они меня берут на синюю позицию. Я говорю, ласточка. Я говорю, так ты бы начинающего спросила? Я же не могу ответить, как начинающий. Я спросила, я поделился. Оно и в резюме, оно всюду? Ну, конечно. Это, я помню, мы отчаствовали мое резюме. Вы сделали идеально, но по ходу дела после моей учебы, прошло какие-то там пару лет, я не был на джек-маркете, дела изменились вокруг. Но я продолжал делать на U-Test много делал работ. Ну, это большое дело, конечно. Я хотел это все добавить, добавил, и мы в этом с Таней отчаствовали, это полировали, это резюме новое. Ночью, я не знаю, сколько мы просидели. И она там рассказывала, она меняла работу себе. Да. И тоже, она боялась, что ей уже звонили, предлагали синюр позиции. Она не знала, как принимать или нет. Просто... Ну, она очень ответственный человек просто. Да. Она очень ответственный человек, она не хочет оказаться в ситуации, когда она не соответствует и так далее. Многие люди сказали, ну, синер, так синер. Там, в крайнем случае, выгонят, так я дальше пойду. Кстати, да, ничего страшного. Ну, что же, мы приехали. А где это радио, где мы? Сейчас будем... Сейчас найдем. Будем искать. Будем искать. Друзья, мы приехали, тут где-то радио.